Сегодня мы проведем небольшую экскурсию по нашим виноградникам. Ролик будет состоять из двух частей. Съемка от 23 июня, и мы смотрим наш молодой деревенский виноградник. И съемка от 24 июня, мы смотрим наш дачный виноградник. Он у нас меньше, но более старше по возрасту. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделе. Зовут меня Светлана. Я биолог по образованию виноградарь по призванию. С нами выращивание винограда понятно и доступно. Начинаем с деревенского участка. Итак, начинаем с технических сортов. Здесь у нас уже все опылилось. Конечно, ягодки на разной стадии. К примеру, цитронный магарач уже вот такой. Здесь вот у нас доцветает кабернадорса. Кстати, обратите внимание, что под колпачками много чего. Дальше доцветает шардоне. Но тоже вот уже ягодки. Правда, еще мелкие. Ливодейский черный наливает уже ягодку. Вот такие вот у нас получились грозди. Краси. Конечно, пока что все очень эффектно. Но посмотрим. Потому что в прошлом году красен был совсем такой меленький горошек. Да, посмотрим, что у нас будет в этом году. Ну, такой же фрактияк. Вот это красивые гроздочки. Вэллианта. Даже я их уже немножко проредила. Некоторые были очень плотно. Уже на такой стадии я решила чуть проедить, чтобы потом не иметь проблем к моменту созревания. Да, и не думать о каком-нибудь треске. Вот это кристалл. Тоже прямо на глазах еще. Вчера, мне кажется, он был не таким. А уже наливается ягодка. Ну, еще вот пенонуар. Посмотрим, тоже начинает наливаться. И у пенонуар много чего было под колпачками. Тем не менее, пыление хорошее. Тут даже, смотрите, раз, два, три. Ого, даже есть четыре грозди на победу. Для пенонуара это вообще космос. Ну, а три это вообще норма. Раз, два, три. Вот это у нас пена урожайный такой. И да, для любителей написать, что, ай-яй-яй, как у вас ужас. Все растет в бурине. Да, представьте, что у нас вот так вот все растет в бурине. Еще на двух плоскостях. Да, и дает вот такие хорошие результаты. Ну, мы идем дальше. Тут заканчиваю эта пыляция андронфриттер. Да, он позже. Все, вот еще даже немножечко доцветает. Ну, такие грозди начинают наливать Ронда. Да, а это у нас пенонаранний. Ну, почему-то он у нас чуть-чуть позже, чем урожайный. Немножко есть разница. Ну, хотя тут тоже разные грозди есть. Уже вот такая Адриана. Ну, вот это у нас Дублянский. Тоже тут по три грозди. На побег радует, потому что в прошлом году у него урожайность была никакая. И я читала, что Дублянский прям вот нельзя его кормить, иначе он ничего не закладывает. Ну, не знаю. Не, мы не кормили, конечно. Мы кормили только при посадке. Четвертый год кустику. Ну, тут земля довольно такая сытненькая. Сытненькая, да, ну, пока нормально. Посмотрим, конечно, по итогу, но пока радует. Но мы тем временем переходим к столовым сортам. Столовые сорта у нас цвели позже в большинстве своем. Вот это Брависсимо, да, видим, что вот он доцветает. Вот это у нас Шарада, да, немножко ей тут не хватает. Мы мне подкормим много под колпачками. Ну, все, но, судя по всему, под колпачками она нормально опылилась, да. Видим, что вот такие уже довольно крупненькие ягодки. Ну, тут у нас роза ранняя, но еще заканчивает цветение, да. Видим, как тут все активненько, но дело близится к развязке. Вот это у нас Прима Украины, тоже много чего под колпачками. Ну, посмотрим, да, пока что немножко непонятно, что здесь происходит, как что опылилась. Вот видим ягодки, как они будут на самом деле. Колпачки спаются. Вот я их стряхиваю, да, посмотрим, что будет в итоге. Здесь у нас Хэллоуин, да, цвел, да, и даже уже показывает немножко форму ягодки, что вот она такая вытянутая. Но Хэллоуин у нас на торговый пойдет, поэтому тут вот такой вот кустик. Вот такой кишмиш запорожский, но тоже пока ничего с ним не делаем, наблюдаем. Ну, что пока по вот этим гроздям вывода делась рано. Да, они оптимистические, но посмотрим. Арабелла доцветает. Это у нас Дынька. Дынька почти доцвела, а рядом Дарвика. И вот Дарвика еще заканчивает цветение. Красивые гроздочки у Рома. Ну, вот Наташа Ростова тоже заканчивает цветение. Уже кое-где она цвела, да, практически. Уже видим легкую ягодку. Ну, а кое-где еще несят тычиночки. Вот эта часть виноградника у нас более молодая. Это третий и второй год. Ну, ситуация примерно такая же. Да, большинство форм заканчивают свое цветение. Да, есть еще те, кто зацветает. Ну, это для них как бы абсолютно нормально. Пока мы не переместились на второй участок, поэтому нормировать урожаем пока что рановато. Да, пока у нас только технари. Явно видно, как опылилась, да, явно видна нагрузка. По столовым сортам еще не совсем. Все понятно. Все еще такое довольно маленькое, поэтому недельку, полторы, а может быть даже и две, да, в зависимости от обстоятельств. Можно подождать, а тогда уже будем смотреть, надо ли нормировать, да, и до какой степени. Но мы тем временем перемещаемся на дачный участок и смотрим, что у нас здесь. Сразу скажу, что нас здесь не было чуть больше, чем полтора недели. И да, я специально ничего не приводила в порядок, чтобы некоторым комментаторам было что обсудить. Итак, русский ранний. Я бы сказала, что довольно неплохо опылился для этого года. Да, даже вот такие хорошие грозди. Есть он здесь в пристенке, в достаточно плотном пристенке. И бывает, что он не очень хорошо пыляется. Но по этому году он пока как-то даже радует. И сразу хочу вот что интересное показать. Это у нас Елизавета. Елизавета вообще имеет как бы женский цветок с короткими тычинками. И смотрите, да, чего происходит. Видим, колпачки не сброшены. То есть опыление было под колпачками. И вообще обалденный результат. Ну и крупная ягода. Вот, да. И видим, что тут все классно-классно опылилось. И даже под колпачками. Вся вроде как женский цветок. Ну вот, вот так бывает. А вот такая же красивая Каталония. Кустики здесь небольшие. Да, вот. Вот такие небольшие. Показывают очень красивые гроздочки. Еще раз вернемся к Елизавете. На второй плоскости, смотрите. Гроздь, да. Круг тут, ну, сантиметров 20, может 25. Вот, смотрите, какая красота. Там побеги, конечно, слабые. Ну, посмотрим. Может, мы немножко пронормируем. И попробуем что-то из этой красоты оставить. Русвин янтарный. Он же жемчуг запорожский. Тоже вот тут. Пока вроде все красиво. Ну, посмотрим. Есть, конечно, горошачие гроздья, да, видите. Горошащие. Но есть вроде как бы неплохие. Ну, чем хороший русвин, я всегда говорю, что как бы у него есть вопросы с опылением. По крайней мере, в наших условиях. Опять же, показываю, вот он при стенах, да, и здесь вторая шпалера. Ну, а четыре гроздья на побег. Он закладывает всегда. Поэтому, так или иначе, с урожаем останетесь, да, ранние сроки, хорошее возревание лозы. То есть, делают этот сорт достаточно удобным. По крайней мере, для новичков. Вот голову с ним ломать не нужно. Аркадия. Заканчивает цветение. Всегда я на Аркадии показываю нормировку. Гроздья, да, ну, пока что, пока что еще рановато показывать, потому что еще не совсем понятно, что у нас тут и как прошло. Это супер экстра. Опять тот же крестинок, тоже плохое проветривание. Ну, посмотрим, да, вот есть прям вообще вот такая красота, да, а есть гроздочки не совсем понятные. Ну, всегда делая выводы о том или ином сорте, надо понимать еще и условия, в которых он растет раз, и во-вторых, погодные условия, тоже в которых все происходит. И на ранний, здесь он еще доцветает, здесь он чуть-чуть позже все у него происходит, чем на деревенском участке. Здесь у нас Мукузани, прям такой красивый, да, красивый, вот такие длинные, большие грозди. У меня ощущение, что он с каждым годом, видите, начинает еще, вот меня не было, да, полторы недели, вот тут начинаются какие-то победы. И опять надо выламывать, да, и вот на той строге. Такой живчик, мне кажется, что с каждым годом он выдаёт грозди все длиннее и длиннее, но вообще очень сильно росло. Здесь у нас Мукузани, Ландунуар, там дальше Нитуран и Юпитер, видите, какой здесь лес. Ужас, работы мне предстоит много. Вот грозди поменьше, вверх торчащие, это Ландунуар. У Ландунуара всегда такой пупсик на ягодке, даже практически в созревшем состоянии его можно отличить. Ну, сильно тут не покажешь, да, потому что здесь лес. Вот это цимус, еще цветет, но тут грозди просто вообще какие-то сумасшедшие. Да, они и высоко, и вот такое вот все, и тут огромный рост. Вот, в общем, да, все-все-все такое гигантское. И если никаких катаклизмов не случится, то, наверное, и урожайчик здесь будет очень даже неплохой. Вот здесь доцветает ромбик. Так, у нас вторая плоскость с цимусом. Не, ну, не все здесь занимает, конечно же. Да, только часть, вот здесь чуть-чуть ромбика есть. Вот на этой плоскости и на этой. Ну, она не сильно заметна, да, в принципе, тут, ну, метр четыре на двух плоскостях. Так, вот примерно пока что у цимуса есть. Ну, скажу сразу, да, кто планирует посадить цимус, садите так, чтобы ему было много места, потому что он очень сильно рослый. У него потенциал, конечно, хороший, но ему надо давать место. Ну, что, не будете знать, как с ним справляться, да. Ну, вот такая вот красота. А вот это у нас гроздочки нетурана такие уже. Смотрите, какие классные. Кстати, по нейтурану, что скажу очень интересно, он вообще отцвел, мы не заметили. То есть вот уже на прошлый мой приезд, он был отцвевший. А на предыдущий отъезд, а я там ездила каждую неделю, он еще не зацвел. То есть вот за неделю он вообще отцвел, опылился, да, все как-то очень быстренько и шустренько. А тут у нас все густенько, конечно, все я не смогу показать, но кое-что. Вот Юпитер, Юпитер, да, смотрите, уже какие угрозди. Раз, два. Ну, вот рядышком, рядышком, видите, тут так себя пылился. Ну, опять же, вот видим условия густоту, да, но не все так плохо. Потому что на Юпитер есть нарекания, что он может плохо пыляться, но значит, значит, зависит от условий. О, смотрите, смотрите, какая тут красотень у Юпитера. Вот я, кстати, думаю, что может он тоже зависим от воды. Как раз-таки, когда он цел, пошли дождики, и вполне вероятно, что это сказалось на таком опылении. К вопросу о том, что, да, ай-яй-яй, во время свистения вообще поливать нельзя. Ну, небушка решила само, что оно польет, да, и в итоге, в итоге вот так вот полила. Вот такая уже крупная зелка, вот, кстати, у зелки что интересно, что опыление разное, да, где-то чуть лучше, где-то чуть хуже, но ничего тоже. У зелки хороший потенциал, 4 грозди на побег она закладывает, так что будем с урожаем. Галант, а, а, какие гроздочки. Да, и тоже вроде как опылился неплохо, у галанта бывают очень такие редкие грозди, но пока что первое впечатление, что все замечательно, опять же, в густоте и при дождях. Здесь у нас донские зори. Донские зори, конечно, урожаи обычно закладывают какие-то бешеные. Просто посмотрите, тут, наверное, по три таких гигантских грозди. Они очень у нас хорошо росли, но почему у нас... Вот здесь была яма. Да, мы хотели сделать погребок, но планы несколько изменились. Яму засыпали теперь у нас. Васильки, да. У нас это не сорняки, у нас это такой газон. Назовем его мавританским. Ну, вот донским зарям стало лучше, потому что яма начиналась вот здесь. И, соответственно, понимаем, да, что корневой там было не очень. Ну, теперь, теперь очень. Им все нравится. И посмотрим финально на урожай. Вот это у нас велес. Вот так вот красиво цветет. На самом деле цветет еще не весь. А кое-что еще не цветет. Но велес у нас всегда цветет. Цветет самым, вообще, самым-самым последним. И как-то несколько лет он у нас тут тупил. Вообще очень плохо рос. Как-то никак. А в этом году, возможно, сработали наши подкормки. Да, в прошлом году и в этом. Теперь у нас есть велес. Вот такой. Красивый, с такими гроздями. Вот это уже память учителя. Доцветает. Доцветает. А вот это велес на второй плоскости. Прямо такая услада для наших глаз. Но, повторюсь, потому что мы ждали этого долго. Вот. Мы с вами рукой. Ну, посмотрим. Конечно, цыплят по осени считают. Но пока прям так приятно. Здесь у нас сеня. Сеня у нас почти отсыл. Пока еще, конечно, такие ягодки. Со спичечной головкой. Но сеня мы, кстати, никогда не нормируем. Он прекрасно грузится. Тоже тут ему достаточно много места. Смотрите, сеня уже дорос до верхней проволоки давно. И многие побеги. Мне придется тут над ним потрудиться. Рядом зигиреба. Тоже зигиреба дали здесь много места. Прям очень много. Наверное, метра два с половиной. Даже больше. А вот в эту сторону. И еще метр с хвостом в ту. И все это на двух плоскостях. Нормально себя чувствует. Даже не до верхней. До предпоследней проволоки уже дорос. И напомню, что зигиреба еще слаборосло создает. Но если его немножко покормить, то он тоже себя будет прекрасно чувствовать. Смотрит пасынки. С слаборосликом. И уже почти закончил цветение. Сейчас будет наливать ягодку. Лучистый бедолага. Тоже ему тут все время не везло. Очень он у нас подмерзал. Да, и как-то по весне какой-то старт у него был не очень. Но видите, вот все-таки постарались. С весной, да, защитили растение. И вот такие вот красивые у нас гроздочки. Тут что-то чуть-чуть цепится. Но я думаю, что не критично. Да, вот какое-то урожай немножко у нас будет. Там еще внутри кое-что есть. Да, где-то оставлены бесплодные побеги. Потому что опять же рост большой. Кост мощный. Вот посмотрим, как он себя покажет в этом году. Преображение только отцвело. Ну, кстати, вот у нас для преображения характерно, что он поначалу по весне как-то очень тупит. Очень медленно растет. И кажется, что вообще ничего не будет. А потом, а потом опа. И включает какой-то там моторчик. Опять же, пока сюда мощные, хорошие побеги. Да, мощный, хороший рост. Вот такие огромнейшие грозди. Ну, посмотрим. В прошлом году преображение загрошило. Ну, мы, кстати, не расстроились. Потому что у нас были красивые грозди. Кишмеша. Да. Плотненькие такие. Я показывала. Нам понравилось. И мы не обиделись. Как будет в этом сезоне? Ну, посмотрим. Тоже может быть горох. Поэтому, опять же, пока нет. Атос тоже доцветает. Байконур тоже пока заканчивает свое цветение. И чуть-чуть теплички. Мускат изюмский. На прошлогодней прививке. Вот такую ягодку красиво наливает. Здесь у нас минор. Мне вообще сначала казалось, что не опылился. Все жутко сыпалось. Вообще жутко. Однако, смотрите. Смотрите, какая у нас тут красота. Кстати, и рос сначала очень плохо. Но не надо никогда спешить с выводами. Да, иногда расти не надо дать время. Ну, и там, как всегда, Антоний Великий. Вот он уже у него такая достаточно большая и крупная ягода. Ну, и еще финальный тоже родительский участок. Здесь у нас Каберне Кортис. Такие многообещающие грозди. Посмотрим дальше, что с ними будет. Тут тоже так довольно густенько. Да, но, судя по всему, Кортис не нагружен. Нормально, потому что, смотрите, он вроде как дорос до верхней проволоки, да? Но так не сильно. Ну, и здесь шпалера невысокая. Здесь шпалера где-то метра два. То есть на нашем участке шпалера выше, а здесь чуть пониже. Ну, пасынки не особо прут. То есть такой рост нормальный, я бы сказала. Рядышком. Кишмиш-коктейль. Ну, вот тоже, судя по всему, опылился неплохо. Первый у нас будет такой хороший у него урожай. Ну, вот тут тоже грозди. И, надо сказать, вот первый у него будет нормальный урожай. Сразу остановился рост. Рост такой очень умеренный под нагрузкой. А те годы он жировал. Яся, да, вот так вот активно цветет. Вот, я бы сказала, самый разгар цветения. Здесь у нас реформа. Здесь вообще все красиво. Начинает наливаться ягодка. Ну, смотрите, тоже при хорошей нагрузке. Вот реформа у нас прям весь до верхней проволоки дорос. На этом наша экскурсия завершена. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку еще, ссылка на каталог наших сортов винограда и наши контакты. До новых встреч!